Лекция по Бхагавадгете и Киртан, Нью-Йорк, 1973 год. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Киртан, Нью-Йорк 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, Кришна говорит, Чатур варням — четыре класса людей. Чатур значит четыре, а варням значит уклады общества. Варна также означает цвет. Есть различные цвета — красный, синий, жёлтый. Подобным образом, человеческое общество должно быть разделено в соответствии с качествами. Это качество также называют цветом. Итак, в этом материальном мире есть три качества. Три качества. Или три цвета. Красный, синий и жёлтый. Если смешать их, то получится 81 цвет. Три цвета. Помноженное на три, получается девять. Девять в девять — восемьдесят один. Итак, существует восемь миллионов четыреста тысяч различных форм живых существ. и смешение различных качеств. Природа создаёт различные типы тел в соответствии с тем, с каким качеством соприкасается живое существо. Живые существа — это неотъемлемые частицы Бога. Если представить, что Бог — это большой огонь, то живые существа, подобные искрам, искры, также являются огнём. Если искра попадёт на вашу кожу или на вашу одежду, то прожжёт её. Но она не настолько могущественна, как большой огонь. Подобным образом, Бог всемогущ, Бог велик, а мы являемся неотъемлемыми частицами Бога. Поэтому наше величие очень незначительно. Бог велик, поэтому Он сотворил так много вселенных. Мы не можем измерить даже одну Вселенную. Это Вселенная, которую мы видим. Это небо, внешнее пространство. В нём находятся миллионы и миллиарды планет, звёзд. Они плавают в воздухе. Это каждый знает. Мы можем запустить в небо один спутник, и начнём гордиться тем, что мы великие учёные, но до Бога нам нет никакого дела. Это глупость. Только глупый человек будет говорить подобным образом. Но тот, кто разумен, знает, что Бог запускает миллионы и миллиарды планет в небе. И что мы сделали в сравнении с этим? Это разум. Мы стали очень горды своим научным прогрессом, и поэтому в нынешний момент мы отрицаем существование Бога. Иногда мы говорим, «Я сам стал Богом». Это глупые утверждения. Мы ничто в сравнении с высшим разумом. Он также разумен, поскольку мы являемся его неотъемлемыми частицами, то мы можем изучить, кто такой Бог, если мы просто изучим себя. Подобно тому, как если вы изучите каплю морской воды, вы можете проанализировать её химический состав, и вы найдёте в этой капле очень много химических веществ. И благодаря этому вы можете понять химический состав моря, такой же состав, но пропорция намного больше. И это разница между Богом и нами. Мы маленькие боги, можно так сказать, крошечные боги. И поэтому мы так гордимся. Но мы не должны гордиться, поскольку мы должны знать, что все наши качества мы приобрели от Бога, поскольку мы являемся его неотъемлемыми частицами. И изначально все эти качества есть в Боге. И поэтому Веданта Сутра говорит, кто такой Бог и что такое абсолютная истина. Когда мы вопрошаем о Боге, об абсолютной истине, то сразу же даётся ответ «джанмадья сияетаха». Абсолютная истина — это то, из чего исходит всё. И всё исходит из Бога. Он является изначальным источником всего. Но каково же наше положение? Нас окружают бесчисленные живые существа. Это информация, которую мы можем получить из Вед. Бог — это тоже живое существо, подобное нам. Но Он — главное живое существо. И мы также живые существа. Подобно тому, как отец. У отца может быть 20 детей, 20 сыновей. В былые времена у отцов было и по 100 сыновей. Сейчас у отцов нет такой силы. Но ещё 5000 лет назад у царя Дритараштры было 100 сыновей. А сейчас мы говорим, что у нас перенаселение. Но это не факт. Как можно сейчас говорить о перенаселённости? Сколько из нас сейчас дают рождение сотням детей? Никто. Но раньше отец мог породить сотню детей. Поэтому не может быть никакой речи о перенаселённости. И даже если есть перенаселённость, мы получаем информацию из Вед. Есть одно главное живое существо — Бог. И Он может поддерживать бесчисленное количество живых существ. Поэтому не может быть и речи о перенаселённости. Это ложная теория. Если Бог может творить, Он может также и поддерживать. И в действительности это факт. Я путешествую по всему миру. На поверхности земного шара есть так много свободных мест, что можно легко поддерживать население в десять раз превышающее нынешнее. Но мы не знаем, как использовать это в Африке, в Австралии, в вашей Америке. Ещё до сих пор есть достаточно земли. Но поскольку мы посягаем на землю Кришны, возникают сложности. Китай перенаселён, Индия перенаселена. Но если мы примем сознание Кришны, эти проблемы тотчас же закончатся. Кришна означает принимать, что всё принадлежит Кришне. Я тоже принадлежу Кришне. Это сознание Кришны. В действительности это так и есть. Кришна значит Бог. Всё принадлежит Богу. Я тоже принадлежу Богу. Всё принадлежит Богу. Это факт. Но мы не принимаем факты. Мы принимаем что-то иллюзорное, поэтому это называется майя. Вот, например, американцы заявляют, что эта земля принадлежит им, американскому населению. Подобным образом поступают и другие нации, но в действительности земля принадлежит Богу. Земля, небо, вода, все, что растет и появляется на земле, в воздухе, в воде, все принадлежит Богу. И мы дети Бога. У нас есть право жить за счет отца. Взять, к примеру, маленьких детей. Они живут за счет отца. Подобным образом мы также живем благодаря Богу. Но почему мы должны заявлять, что это наша собственность? Это идея духовного коммунизма. Все это описано в Бхагаватам. «Как достичь духовного коммунизма». Нынешние коммунисты думают только о людях, а животных они посылают на бойни. Хотя и человек, и животное рождаются на одной и той же земле. В действительности, они тоже принадлежат к этой же нации. Национальность означает тот, кто родился на этой самой земле. Так почему же этих животных не причисляют к этой же нации? Но поскольку у людей нет сознания Кришны, они не могут думать достаточно широко. Они думают, что национализм ограничивается одними людьми. На животных и деревья это не распространяется. Но когда вы становитесь сознающими Кришну, вы понимаете, что деревья, растения, рептилии, обитатели вод, люди, звери, абсолютно все являются неотъемлемыми частицами Бога. В соответствии со своей кармой они получили различные тела, цвета, как я уже объяснял. Все это описано в Бхагавадгите. Живое существо получает определенный тип тела в соответствии со своей кармой. Благодаря карме мы создаем следующее тело. Итак, это великая наука. Люди не знают, как все происходит, почему есть так много разных видов жизни, почему один, казалось бы, счастлив, а другой как будто бы страдает, почему один богат, а другой беден, почему есть так много планет, почему некоторые рождаются полубогами, некоторые людьми, а некоторые животными. Это великая наука. Но в современных университетах или институтах это знание не преподается. Может быть, мы являемся единственной группой людей, пытающейся пропагандировать эту науку сознания Кришны. Но это совершенная наука понять положение вещей. Итак, Кришна говорит, когда мы попадаем в тело животного, мы должны проходить через разные животные формы жизни. Благодаря эволюции мы оказались в этой человеческой форме тела. Сейчас у нас есть возможность выбраться из этого цикла рождения и смерти. Это наша истинная проблема. Но люди, поскольку у них нет образования, поскольку знания не достает, не существует институтов, в которых объясняется, как происходит перевоплощение души, поэтому они не знают. Они магистры, доктора, но они не знают, каково истинное положение живого существа. Но это истинная проблема. Они не знают настоящей проблемы. Настоящая проблема, как утверждается в Бхагавадгите, это джанма-мритю-джара-вьядхи, рождение, смерть, старость и болезнь. Это истинная проблема. Никто не хочет рождаться. По крайней мере, никто не хочет умирать. Но там, где есть рождение, должна быть смерть. Все, что рождается, должно умереть. Джанма-мритю. И вы также стареете. До тех пор, пока вы живете, вам приходится менять свое положение. И одно из положений — старость. Как, например, мы стали старыми, и мы постоянно жалуемся. Джара и вьядхи. Мы болеем. Каждому приходится болеть. Каждый должен состариться, и каждый должен умереть. В этом-то и проблема. Мы пытаемся сократить наше страдание. Это борьба за существование. Мы ученые. Мы открываем много разных методов противодействия страданиям. Но это затруднительное положение Джанма-мритю Джаравья-дхи. Мы пытаемся избежать его. Но мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем. Даже так называемые ученые не могут решить эту проблему. Хотя иногда они ложно гордятся тем, что с помощью науки мы сможем стать бессмертными и так далее. Такие попытки предпринимались и прежде такими атеистами, как Равана и Хирани Кашипу. Но достичь успеха на этом поприще невозможно. Остановить рождение, болезнь, старость и смерть — это невозможно. Если уж и есть какой-то процесс, с помощью которого это можно сделать, то это сознание Кришны. Это сознание Кришны. Если вы становитесь сознающими Кришну, тогда вы можете получить тело, не получить, у вас уже есть тело, духовное тело. И на основе этого духовного тела развилось материальное тело, как одежда. Ваше пальто шьется по вашему телу. Подобным образом, это материальное тело сшито по нашему духовному телу. Итак, у нас есть наше духовное тело. Материальное тело — это просто покрытие. Подобно одежде, ваша рубашка и пальто — это покрытие вашего истинного тела. Подобным образом, это грубое и тонкое тело, созданное из материальных элементов. Грубое тело создано из земли, воды, воздуха, огня, а тонкое тело создано из ума, разума и эго. Это рубашка и пальто. Но в этих рубашках и пальто живет душа. Теперь душа находится в клетке этого материального тела. И наш долг в этой человеческой форме жизни... В животной форме жизни мы не можем этого сделать, но в человеческой форме тела мы можем понять, что я не тело. Это материальное тело внешняя обшивка. И поскольку я получил это тело, я подвержен рождению, смерти, старости и болезни. В человеческой форме тела я понимаю это. Если я воспользуюсь методом, с помощью которого можно вырваться из цикла рождения и смерти, тогда эта человеческая жизнь будет успешна. Такова цель движения сознания Кришны. Мы помогаем людям выбраться из этого материального тела и возродить собственное духовное тело. И в этом духовном теле вы можете отправиться домой, обратно к Богу. Таков путь. Но люди настолько привязаны к этому материальному телу, что готовы стать кошками и собаками в следующей жизни. Но они не готовы вернуться домой, к Богу. Это проблема. И почему она возникла? Поскольку человеческое общество находится в хаотическом состоянии. Должно существовать деление на четыре класса. Должен быть класс браманов, разумных людей. И должен быть класс кшатриев, администраторов. Поскольку человеческому обществу требуется мозг, способный давать дельные советы, а также должны быть хорошие администраторы, хорошие производители, хорошие труженики. Это деление на браманов, кшатриев, ващев и шудр. Поэтому Кришна говорит, для того, чтобы жизнь людей проходила гладко, должны существовать четыре деления. Если вы говорите, нам не нужен браман, если вам не нужен брахман, то вы будете страдать, подобно тому, как у вас есть тело. И вы думаете, эта часть тела мне дорого обходится, вечно просит есть, ее нужно отрубить. Тогда вы умрете. Подобным образом, просто чтобы поддерживать это тело в хорошем состоянии, в жизнеспособном состоянии, у вас должна быть голова, у вас должны быть руки, у вас должен быть желудок, и у вас должны быть ноги. Вы не можете сказать, я могу обойтись без этой части тела. Нет. Подобным образом, необходимы четыре деления общества, иначе будет хаос, или мертвое тело. И в нынешний момент сложность заключается в том, что нет браманов и нет кшатриев. Есть только ващи и шудры. Живот, ващи представляют живот, а шудры — ноги. Итак, если из четырех классов одного не хватает, и браман означает тот, кто знает Бога, это браман. всегда помня о Боге, они обучают других сознанию Бога. Не сознавая Бога, человеческое общество будет оставаться обществом животных, поскольку животные не могут сознавать Бога. Как бы вы ни проповедовали животным, кошкам и собакам, их невозможно обучить, поскольку у них не хватает мозгов, чтобы понять Бога. Если в человеческом обществе нет брамана, который может учить науке о Боге, который может возвышать людей в сознании Бога, тогда это также животное общество. Просто еда, сон, секс, защита. Это также занятие животных. Животные также знают, как есть, как спать, как наслаждаться половой жизнью и как защищаться. Они умеют это делать по-своему. Занимаясь только этим, мы не становимся людьми. В этом случае миссия человека не будет выполнена. Должно быть четыре класса людей, как рекомендует Кришна. Должен быть браманический класс людей, класс кшатриев, класс вайщев. Они уже есть. Просто они не организованы по науке, как предлагается в Бхагавадгите. Это гуна-карма вибагашах. Гуна означает «в соответствии с качествами». Итак, эти четыре класса людей существуют в Индии, но это только название. В действительности, там также царит хаос, поскольку никто не следует предписаниям, данным в Бхагавадгите. Гуна-карма вибагашах. В Индии, хотя человек рожден в браманической семье, по своим гуне, качествам, он может уступать шудре и при этом считаться браманом. В этом проблема. Поэтому в Индии хаос. Но это научный процесс. Вы, западные люди, вы должны постараться понять это. И наши юноши и девушки, которые присоединились к этому движению, пытаются понять и следовать этим принципам. Если вы примете это движение сознания Кришны, которое предназначено для брахманов, если вы станете брахманом по качествам, тогда вы будете первоклассной нацией, особенно в Америке, вы будете первоклассной нацией. у вас есть разум, у вас есть хорошие ресурсы, вы также любознательны, и вы всегда перенимаете у других хорошее. Вы наделены хорошими качествами, примите это движение сознания Кришны всерьез, и вы станете первоклассной нацией в этом мире. Такова моя просьба. Большое спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok